Это Фил и ему 170 лет. Все эти годы он самый известный оракул погоды. Его прогнозы точны на 40%, а имя на устах у всего мира. В день сурка Фил увидел свою тень, а значит весна еще не скоро. А это енот Ася и ей три года, но в зоопарке считают, что она точнее всяких там сурков. Погоду Ася предсказывает чуть ли не каждый день. Если потеплеет, то она изнывает от жары, а если ждать холодов, то уходит в мини-спячку. Она свернулась к калачикам и уже прячет нос, закрывается полностью хвостом. Мы сразу же понимаем, что завтра будет уже более прохладнее. По прогнозам гидрометцентра, завтра в Татарстане до 4 градусов мороза. По осеннему прохладно и по зимнему заснежено. Прогноз погоды у меня только в айфоне и он очень часто меняется. А что касается дня сурка, мороза и так далее, у нас всегда зима такие. Говорят же, если, например, метель, то весна быстрая, иногда прислушиваешься, конечно. Но больше прогноза погоды доверяем. А вот пенсионеры из Зеленодольского района больше верят МЧС. Сегодня спасатели ходят в рейды к одиноким бабушкам, дедушкам и многодетным семьям. С холодами возрастает риск пожаров. Спасатели призывают топить аккуратнее. Это молодежь сейчас не больно подчиняется, не больно слушает. А мы еще послушны. Все, что нам скажут, мы все исполняем. Получается, что с прогнозами от Фила можно и поспорить, обратившись как к другим народным приметам, так и официальным прогнозам и даже самым большим городским термометрам. Когда цирк откроется после реконструкции, ежедневно его купол начнет показывать погоду на завтра. О чем заявили в ГИСУ. Дважды в день цирк будет получать информацию из татарстанского гидрометцентра. Да, она будет на теплой красном подсвечиваться, на холодной синим. А сейчас, видимо, нейтральнее, видимо, комфортно в такую погоду. Белым купол останется до самой весны. Первых прогнозов ждать только в марте. Несмотря на приметы и предсказания, весны в Татарстане ждут все же календарный. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань, Зеленодольск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова